хоба привет с вами доктор влад у меня не дня без приключений вы знаете все как я отношусь к врачам тем более госпиталям вот но вчера вечером мне поплохело ребята вот конкретно попал поплохел то есть у меня живот разболелся но главное что тошнота еще появилась и какая-то испарина думаю доктор ты доживешь вообще до среды то до врача до своего я звоню татьяне говорит татьяна давай вези меня в госпиталь она давай сейчас отвезем ну хорошо и повезла она меня в госпитале уже вечер приехали мы часов в девять примерно я так подробно говорю потому что это важно в девять мы приехали ну чё значит меня там зарегистрировали вот пошли мы в зал там где сидят эти это emergency то есть ну как бы скорая помощь да но только те которые приехали сами не на машине вот там толпа человек 30 сидит думаю ничего себе все разболели или разболелись электричка что ли пришла ну это такое выражение московское хорошо ладно я сел но мы сели смысле хоп подлетает тетя такая крупная рядом с ней на ножках типа что-то типа самогонного аппарата она мне померила оттуда давление температуру что-то еще ну пульс ага вот ну хорошо горит сидите ждите вас позовут мы сидим ждем ну еще с полчаса просидели хоп вылетает еще какая-то тетя крупная давайте давайте ячменников ты ты ну давай ну вот она мне все расспросли расспросила чего у меня такое она тоже заинтересовалась вот этим вот но она смотрит там у меня же есть и дело личное там по госпиталям вот и значит тем более в этот госпиталь ездил когда вот это вот ну когда у меня инсульт был и там все есть все что я принимаю она сразу так заинтересовала заинтересовалась аспирин ну хорошо ладно я говорю аспирин вот я на него и грешу ну ладно в общем она тоже посмотрела поговорила со мной и говорит ну хорошо сейчас вот вам баночка для мочи значит ну сами организуйте там в туалете потом значит а кровь она у меня взяла и сказала что у меня еще будет эггэ вот ну хорошо значит бах эггэ с меня сняли я вообще поразился мужик какой-то мастеровой прям ну минуты не пришли не прошло как он с меня снял вот это кг но я поинтересовался а я еще перед этим у медсестры поинтересовался говорю ну а когда вообще дальше то что будет движение то она гать ну примерно час вам придется ждать пока посмотрит анализы но час это по-божески конечно вот ну хорошо сидим ждем вокруг народ уже чё-то дремлет там холодина кстати страшная кто в америке живет знает они включают свои кондиционеры вообще на полную мощь и значит одна медсестра ходит раздает теплое одеяло чтобы не замерзли это америка я уже давно привык я помню что я только еще приехал в какой-то офис офис я ходил там значит холодина страшная сидит тетя в кофте в июле месяце а под ногами у нее обогреватель вот июль месяц потому что ну холодно ну ладно о чем на чем я закончил а кг с меня сняли ну вот мы сидим значит типа час час сидим час но сейчас время уже сколько ну где-то часов 10 10 11 12 ну и так далее в общем короче говоря меня вызвали в 5 часов утра потенци это мерженси хваленая американская но правда говорят что если ты приедешь если ты приедешь не на машине а вызовешь 911 ну конечно это не стоит еще дополнительно денег вот у тебя побыстрее так вот прошурнут да а если ты уж приехал сам ну смысле тебя привезли на машине значит ты не умирающий ничего посидишь хорошо ну вот в конце концов меня вызвали надели на меня больничную робу причем что интересно когда я вот был с это с инсультом с меня снимали все вот а здесь только маечку включая трусы а здесь только маечку снял я надел сверху больничную робу ну видимо просто для ну не знаю для близира чтобы врачу было привычным глазом ну я лег меня моментально облепили датчиками там сзади меня экран там показывает мое давление и сердце и вообще все что угодно да даже мысли но это шучу ну вот и вот несколько по очереди под подходил а вот каких-то технишен то одно то другое то третье значит одна принесла пульт от телевизора вот мне вот последнее что мне нужно было там телевизор висит большой у меня телевизор ну хорошо наконец пришла какая-то больше похожая все на врача я сразу ну что там что там она вы знаете у вас почки не в порядке сменников застрелился говорит причем есть почки говорю вы знаете гурили вообще-то врач да нет нет у вас вот по анализам вот обезвоживание это любимое американское слово обезвоживание чтобы вы знали американцы бегают все везде со своими бутылочками это меня первое время это изводила они все бегают с бутылочками потому что не дай бог у них наступит обезвоживание вот у вас и безвоживание я говорю слушайте у меня болит живот вы говорю вообще кто такая ягод медсестра работаю вот с этим врачом который вас будет смотреть я говорю хорошо я буду вырождать врача но она обиделась ушла на меня татьяна сразу наорал что ты с ней так говорил вот ну как я с ней говорил ты ну что же она чушь какой-то несет у меня живот болит они меня она мне про почки а то я не знаю как почки болят даже если камни там выходит это боль дикой но это это совсем другая локализация ну и в общем ну к почкам отношения никакого не имеет но может у меня почки не в порядке но об этом еще был потом разговор потому что как только зашла врач первые с ее слова были у вас обезвоживание думаю не сгорел заговорились точно я бы знаете что гру я уже я уже злиться начинаю гуру нет четыре дня горю глаза на лоб лезут от боли а вы мне про какое-то обезвоживание вы мне помогите вот с животом а потом все степ-бай-степ ну то есть папа очереди будем лечить и я я говорю у меня еще есть мочевой пузырь у меня еще есть предстательная железа как у всех мужиков чё и все сразу будем лечить что-либо вы мне помогите ткнул ушла пришла медсестра вот с таким баллоном огромным значит это самое повесил на меня систему я спрашиваю это еще что такое ну вот у вас обезвоживание будем будем вас наводнять я говорю от боли что то есть морфий бах не морфий в ту же бутылку в страшно разведенном получается количестве то есть пока вся бутылка не докапает морфий не подействует я думаю они на мной издеваются наверное ну короче ладно я лежу ну что еще полчаса прошло я горе что-то мне не легчает бах она немножко прибавила там это чтобы быстрее капала вот я у татьяна спросил говорит посмотри сколько на накапала там из 10 осталось девять с половиной я буду лежать несколько часов пока она все пропаган прокапает и чтобы мне стало легче опа опять врач врач пришла как у вас и я говорю ну вот так горе чуть-чуть вроде действует морфий чуть-чуть полегче но морфий же это не лечение мы вас оставим в госпитале я говорю зачем вы были мне скажите что у меня там у вас там это вот а еще мне свозили я забыл сказать на на катскен вот это знаете ну в общем такая труба и короче меня туда загоняет туда назад дышите не дышите в общем да еще это было я немножко не в себе после этих приключений вот и она говорит вот катскен показал что у вас воспаление значит толстой кишки и вокруг поджелудочной железы ну это как-то лечится лечится я вам антибиотики даже на нас начал я говорю ну хорошо говоря зачем вы меня собираетесь здесь оставлять она ну вас будем накачивать водой и обезболивающее то есть меня будут накачивать водой и в наркотой хорошо вы сделает из меня . да я говорю о чем говорю извините а через рот эту воду нельзя принимать можно да тот же эффект я говорю знаете что я я у вас отца оставаться не собираюсь ну здесь не тюрьма пишите что вы отказываете ложится отказываетесь и что вы согласны со всем что последует а чё последует ну чё последует да ничего не последует просто вас и мы вас это я говорю мне лекарства выпишите выпишите она я говорю вот у меня такая-то аптека все вот и были туда выписываете давайте ваши бумаги и хотел сказать катитесь вы все у них там новый госпиталь наверное нехватка этих больных что ли нет мне оправдывает себя вот потому что но это же над какой диадизм ну ладно бы она сказала мы вас еще пообследуем туда-сюда посмотрит там не знаю нефролог уролог гинеколог за одной стоматолог но это это вам полезно вот ну для того чтобы накачивать водой наркотой ну это вообще то это что-то легендарное конечно то ли они такие тупые там гнездо какое-то ну хорошо я подписал все сказал до свидания вот ну выписку они моему врачу мог моему врачу все равно нужно будет завтра съездить и потом я ей скажу вот в моей анемии скажу а давай посмотри что у меня все эти в желудке потому что я сейчас приехал домой уже да у меня я покушал немножко кашки жиденькой с маслицем больше ничего абсолютно у меня опять в желудке какая-то тяжесть что-то ненормально пускай глянут и если есть такие трубочки засовывают их в желудок и там смотрит смотрит врач через глаз вот что там такое у меня в желудке что мне как-то это не все не понравилось ну вот так ребята вот такие госпиталя в америке я понимаю что они конечно лучше чем россии все красиво вот и теплые даже теплые вот эти одеяла раздают все значит сначала врубают кондиционеры так что вообще и не уже по стенкам нет а потом раздает теплое одеяло ну приятно конечно по теплым одеял нотк в общем как то вот так вот у доктор приключений но сейчас я приехал домой ну конечно поспал немножко чертю знает вроде не так болит неизвестно от чего морфий давным-давно перестал действовать я поковырялся у себя здесь это горсть таблеток есть и посмотрел нашел какой-то антибиотик но раз воспаление да какая хрен разница какой антибиотик вот но они пока еще выпишут еще нужно его забрать но я уже начал лечиться может быть он уже подействовал понемножку научим у меня такие приключения завтра еще поеду к доктору к своему еще будет больше будет приключений ну в общем как то так пока с вами пока живой доктор влад